Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день вы найдете свежее видео о том, что происходит в нашей игре. Хотите быть в курсе всех новостей, знать все анонсы, видеть абсолютно честное про крутые рулеток, открытие контейнеров, а главное абсолютно честные тесты и абсолютно честные обзоры на танки, как старые, так и те, которые появляются в игре? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно прожимайте на колокольчик, для того, чтобы ничего не пропустить. Стараюсь специально для вас и в сегодняшнем видео мы покрутим с вами недолго рулеточку на Ахроноса, а именно Объект 268-4, ну и выкатим обязательно машину из ангара. В рулетке 30 прокрутов. Все 30 прокрутов обойдутся вам, если я правильно посчитал, в 35 330. Посчитать действительно было сложно, потому что разработчики опять намудрили с этими цифрами 888, и это очень сильно сбивает с толку. Пересчитывал несколько раз, надеюсь, в последний раз я все-таки не ошибся. Не буду говорить по поводу того, сколько будет вам стоить машина, если вы заберете ее, как обычно, там я говорил, за 2-3 прокрута до окончания рулетки, потому что разработчики взяли моду в конце ставить дешманские прокруты для того, чтобы сбить всех с толку, как мне кажется. Но в целом рассчитывайте на полную стоимость данной рулетки, если собираетесь забирать себе объекта. Почему говорю так? Потому что в целом в этой рулетке ничего удивительного нет. И сказать, что есть причины для того, чтобы Хронос выпал как-то раньше, нет, их абсолютно нет. Вероятность выпадения танка составляет 0,005. Очень, очень далеко от реальности, поэтому рассчитывайте, что Хронос вам достанется, скорее всего, где-то на последних крутках. И, как я сказал, там есть дешманские, которые ничего не стоят. Хроноса обязательно заценим в реальных боях, выкатим, он у меня на основе есть. И крутить буду, да, на основном аккаунте, потому что на том аккаунте твинковом, на котором у меня есть голда, у меня есть объект 268.4, а на тех аккаунтах, на которых объекта нет, и голды тоже нет. Поэтому крутить будем здесь. В отношении того, что собой рулетка представляет лично для меня. Честно, ничего интересного. По одной простой причине, потому что 35330, это вам, извините, не рулетка на Бадгера, не помню, есть она у меня еще или нет, но на других аккаунтах присутствует. Рулетка на Бадгера гораздо более интересная. Там, в принципе, практически все то же самое, но только на 10 косарей, а то и на 15 косарей дешевле. Поэтому, понятное дело, что объект 268.4, ну, навряд ли сильно заинтересует большинство игроков. В отношении того, куда собираюсь зайти импута, планирую сделать в районе где-то 5-6 круток, не более того. Дальше идти смысла для меня нет, просто посмотрим, что выпадает на первых прокруток. Ну что, поехали. Давайте будем пытать удачу. Если вдруг выпадет танчик, да, прикольно, получу компенсацию голдой. Если повыпадают контейнеры, открою вместе с вами. Если выпадет серебро и контейнеры на всякого рода аватарчики и обвесики, я, честно говоря, расстроюсь. Ну вот, пожалуйста. Первый раз уже расстроился, но в целом хотя бы, хотя бы не сильно дорого. Но 58 голды, честно говоря, за 100 тысяч с серебром, ну, мне лично жалко. Я лучше сыграю в 1-2 боя на левчике и вполне спокойно ту же самую серу заработаю. 188. Третий прокрут. До этого выпали иксы. Ну, иксы еще куда не шло. Иксы хотя бы можно использовать для того, чтобы 3 каких-то победных боя сделать. Или просто сделать 3 боя на каком-нибудь танчике в ветке, которую прокачиваешь. А вот серебро меня, ну, прям сильно угнетает. 288. Ну, дай хотя бы для разнообразия контейнер какой-нибудь. Спасибо тебе большое. Услышали меня, наконец-то. Смотрим. Но, танк. Ага, да. Под А3 сопли ГСН. Какой танк? Едем дальше. Делаем еще один прокрутик. 388 голды. Вообще, выходит, не так уж и дешево. Казалось бы, вот эти вот 88 в конце, типа, вроде не так уж и много. Но по факту постоянно приближены к большей цифре. Мистический контейнер. Открываем. И ничего здесь не будет. Но я не удивлен. Я абсолютно не удивлен. Забираем. Что у нас? 588. Ладно, бог с ним. Делаем последний прокрут. Да, уйду немножко ниже 11 тысяч. Ну, ладно. Еще один мистик. Ну, давай сертификат. Не жлобись. Не будет сертификата здесь. Мистический талисман. Все. На этом, в принципе, до свидания. Что у нас получается по математике? Эх, гулять так гулять. Делаем еще один прокрут. Но на этом останавливаюсь точно. Дальше уходить куда-то в минус не вижу никакого смысла. На данный момент просто слил рулетку в минус. В отношении голды в унитаз. И в целом на этом до свидания. Вот такие вот результаты. Я лично считаю, что оно того не стоило. Рулетка объективно очень дорогая. И крутить данную рулетку уж слишком долго я бы остро не рекомендовал. Если вы не собираетесь забирать себе данный танк, то лучше все-таки не крутите эту рулетку дольше, нежели поставите себе какую-то границу. А если границу себе поставили, то придерживайся этой границы и тогда будет тебе счастье. В отношении объекта. Здесь броня, все классно, все бодро. В отношении орудия сейчас заценим. Но будем говорить честно, на сегодняшний день орудие стало играться как-то более косоватым, что ли. Реально очень часто снаряды тянет далековато от центра прицела. Орудие изначально не было там супер точным. Но все-таки сейчас играется как-то даже немножко похуже. Время сведения 3,9. В принципе можно к нему привыкнуть. Разброс очень большой 0,413. И хотелось бы, чтобы этот показатель был немножечко получше. ДПМ реализуемый 2888, потому что есть броня и ПТ-ха действительно живучая. Это ПТ-ха для прорыва. Время перезарядки 13,5 секунд. Я лично считаю комфортным для урона в 650 единиц очень даже. И пробитие в 265 и 330 на кумулятивных голдовых снарядах тоже вполне себе достаточно для того, чтобы со своими, как это правильно сказать, соуровневцами. Блин, вылетело из головы. Напишите в комментариях как правильно. Короче говоря, против десяток играется вполне себе нормально. Вот угол склонения орудия вниз минус 5. Это вот еще один камень преткновения для многих танкистов. Кто-то говорит, что простительно, а кому-то прям совсем не нравится и играть на этом типа невозможно. Хотя в целом, ребят, вполне себе даже возможно. Потому что если вы посмотрите на вот этого вот товарища, то поймете, что такое бороться с невозможным. Ладно, обсудить обсудили. Давайте берем объекта и поехали посмотрим, на что он реально способен. Сейчас перейдем в обычный бой, так чтобы не попасть в какой-нибудь гравитайзинг. Ну и поехали тестить. Так, ну что. Поехали. Шеридан сразу дис получит по результатам боя. Причем, сразу как только бой закончится, главное не забыть. Ненавижу вот таких вот учмошенных, которые только заходят в катку, сразу начинают кого-то оскорблять. С чего он сейчас вот это написал в начале боя. Я, честно говоря, поражаюсь. Поражаюсь игроку. Ладно. У каждого свои тараканы в голове. У этого, я смотрю, еще и перекормленные. Вот сразу хочется с этим человеком побеждать. Сразу хочется делать так, чтобы он с победой вышел из боя. Ребят, не берите пример с этого человека, его и человеком-то особо назвать нельзя. Скорее всего, какой-то ушлепочный малолетний сидит там и пытается как-то проявить себя, поскольку в жизни гордиться нечем. А может, мамка его не любит. Бог его знает. Ладно. Проехали. Начинаем тестировать. В отношении подвижности, в отношении маневренности. В целом, все приемлемо с учетом всех основных показателей по данной ПТФе. Броня есть. Живучая тачка. Если периодически мансить, то фиг пробьют. Это действительно составляет проблему пройти мимо объекта 268-4 во многих боях, если он держит какое-то направление или сдерживает какую-то улочку. В отношении орудия. На ближних расстояниях очень даже нормально. Здесь в орудии практически не грешит, просто не имея по факту такой возможности. Угла склонения орудия реально очень сильно не хватает. Ну, прям в край. Я вот сейчас хотел бы выцелить нижний бронелист или хотя бы верхний бронелист или хотя бы верхнюю часть корпуса с борта, но, к сожалению, орудие не сгибается. К этому необходимо быть готовым. По уровню бронепробития. В целом, достаточно. Если ловить вот такие вот моменты, то голду можно практически не использовать. В отношении голдовых. Голдовые пробивают вполне спокойно, очень часто выручают. И если вдруг пробить не можете, как я сейчас, ставите голдовый снаряд, ждете, пока ИС отъедет, если вы с особо играете, и добираете своего соперника. Ладно. Это я пошутить пытался, а чувство юмора у меня такое себе. В отношении результативности машины. Тачка очень результативная. Да, как я говорил и повторял это уже неоднократно, орудие косовато играется на сегодняшний день. И в последнее время я заметил, что действительно снаряды все чаще и чаще уходят от центра прицела куда-нибудь по краям круга вашего разброса. Но, ребят, если вот об этом моменте помнить и стараться играть плюс-минус осторожно, то в целом на танке можно вполне спокойно, а точнее на данной ПТК, можно вполне спокойно накидывать более 3000 урона. Я сейчас немножко дал маху и повернулся сильнее, нежели надо было. Мне необходимо было развернуться лицом к Ягушке, и тогда Яга с высокой долей вероятности не пробила бы меня, или даже если бы пробила, то перед этим потратила бы время на то, чтобы повыцеливать. Я сделал ошибку, немножко отвернулся, и как только вы, когда играете, как я сейчас играл против Яги, как только вы поворачиваетесь вот так вот, то, соответственно, ваша бортина становится серой. Я думаю, что многие об этом знают, не только владельцы данного аппарата, а еще те ребята, которые встречались с этим аппаратом в боях в виде соперника. В целом ПТХ довольно интересная, но есть огромный нюанс. 35 тысяч голды это очень большой нюанс, как мне кажется, в этой рулетке. Если бы рулетка стоила хотя бы тысяч, не знаю, там 25, окей, хорошо, я бы сказал, что имеет смысл ее покрутить с большим интересом, потому что там есть какие-то контейнеры, грядит, что-то выпадет, а может быть действительно из объект выпадет немножечко раньше. Но в данном случае я такого сказать не могу. Да, проиграл, но при этом сделал два фрага, 3500 урона, даже 3550, и в отношении результативности в своей команде я больше чем уверен, что я с огромным отрывом нахожусь на первом месте. О чем это говорит? Говорит о том, что объект 268-4 Хронос в моем случае, это действительно результативная ПТ. Ее главное научиться применять. Ну а если вам еще и попадутся толковые качественные союзники, а не вот такие вот, как вот это вот чмо, прошу прощения за мой французский, тогда, глядишь, еще и с победами будете выходить почаще. Я искренне желаю вам мира, друзья мои, обязательно спокойствия, а в отношении рулетки принимайте решение самостоятельно, стоит ее крутить или нет. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok